Докладываем обстановку по COVID-19 в Углегорском районе. Когда сделали КТЛ, увидели, что 75% поражения легких было. До Башнякова строят новую линию электропередачи. Обещают сдать уже в будущем году. Зимой Углегорский север часто остается без света. Действующий лэп построили японцы в 1938 году. Любители фигурного скольжения только выходят на лёд, а хоккеисты уже вовсю тренируются. Главную ёлку Углегорского района торжественно открыли. Дед Мороз и Снегурочка зажгли новогоднюю гирлянду. Радость всем нам подари! Раз, два, три! Ура! В Углегорске подготовка велась 3 декабря. Установили 14-метровую ёлку и праздничные фигуры. Это третий Новый год ёлки в районном центре. Её закупили взамен сломанной циклоном в декабре 2017 года. Праздничные огни не зажгли в Шахтёрске. Торжественную церемонию перенесли на 21 декабря. Сильный ветер повредил конструкцию ёлки. К понедельнику всё обещают восстановить. Ну а в Углегорске в этом году открытие прошло без традиционных развлечений и хороводов. Причина – ограничительные меры. Очень-очень празднично! К сожалению, не все смогли прийти сегодня. Может быть, кто-то с работы не успел, а может быть, кого погода испугала. Ну а я надеюсь, в следующем году нас будет намного больше. Здорово, весело, красиво. Ой, хорошо! Обстановка с коронавирусной инфекцией в Углегорском районе по-прежнему остаётся сложной. Ежедневно в лаборатории Южно-Сахалинска доставляют до 100 тестов на COVID-19 из Углегорского района. Число заболевших не уменьшается – 113 пациентов с подтверждённым положительным диагнозом. Снежана Соколова продолжит. Мне было страшно войны, когда надо мной летели самолёты и бросали бомбы. А это вот неизвестно откуда, чего, когда оно всё придёт. Вот такая жизнь настала тяжёлая. О жизни вправду сейчас напоминает военное положение. Только теперь бой идёт с врагом невидимым. COVID не щадит. Возраст и социальное положение значения не имеют. А те, кто сумел его победить, знают – шутить с новой коронавирусной инфекцией не стоит. Татьяна Ковалёва – одна из таких. И когда сделали КТ, увидели, что 75% поражения лёгких было. Положили меня в реанимацию. И в этот же день ночью меня отвезли в Долинск. Болеют и дети. К счастью, в более лёгкой форме, чем взрослые. На данный момент в Гуглигорском районе находится 12 детей в возрасте от 10 до 17 лет с подтверждённой ковидной инфекцией лабораторной. Гуглигорские медики принимают до 100 ковидных анализов в сутки. Доставку в областные лаборатории производят вместе с сотрудниками Восточно-горнорудной компании ежедневно. Для некоторых пациентов ответ приходит шокирующим с красной пометкой – ковид. Здесь у нас находятся анализы на ковид со всех отделений, с ФАПов, с поликлиник. Мы здесь их храним. Затем мы их отправляем в Южно-Сахалинск. И результаты мы получаем через 2-3 дня. Главный санитарный врач Сахалинской области Ольга Фунтусова постановила носить маски не только в общественных местах, но и на рабочих. Мы провели скрытый рейд. Указ соблюдают, но не везде. Редакция района газеты «Углегорские новости» тоже перестроилась на новый режим работы – ограничительный. Несколько раз в день специалисты меняют защитные маски, общаются друг с другом в электронной форме. Руки и дверные ручки обеззараживают. В нашем учреждении несколько сотрудников переболели пневмонией и коронавирусной инфекцией. Болезни протекали по-разному. Были и тяжелые формы. Сотрудники лечились дома, на больничном. Некоторые продолжают лечение. Это, конечно же, негативно сказалось на нашем производстве, но, что самое печальное, на людях, которые для нас очень дороги. Рекомендую по возможности всем последовать примеру редакции, усилить меры по профилактике инфекций на рабочих местах. Корректор «Углегорских новостей» Светлана Медведева несколько недель была на больничном. К работе смогла приступить буквально недавно. Страшно было в тот момент, когда сильно болела грудь от того, что она заложена. И ты сделать ничего не можешь, она давит. Действительно, уже чуть ли не к большим силам обращаешься, потому что тяжело. И ты знаешь, что ты сама себе помочь не можешь. Еще один пугающий ковидный факт. Один за другим болеют врачи. У нас переболело уже большинство медицинских работников. Буквально вчера перевели одного доктора с обнимонией в Долинскую ЦРБ. Когда болеют врачи, это всех пугает. Сегодня они на передовой ковидного фронта. Поэтому нужно вдвойне серьезнее относиться к профилактике. Возможно, маска и регулярная обработка помогут вам не стать пассажиром санитарного вертолета. Носите маски, потому что это действительно нужно всем нам, всем вам в первую очередь. Нижана Соколова, Александр Гагаркин, Углегорские новости. В четверг, 17 декабря, в аэропорту Шахтерск впервые приземлился самолет авиакомпании «Тайга». Рейс был техническим без пассажиров. Экипаж 19-местного воздушного судна несколько раз отработал взлет и посадку на шахтерской полосе. Метеоусловия выдались не самые лучшие. Порывы ветра достигали 13 метров в секунду. Видимость – 1000 метров метель. Напомню, «Тайга» свяжет Углегорский район с Южно-Сахалинском вместо «Авроры». Первые пассажиры могут прилететь уже в конце декабря. Сейчас «Аврора» выполняет два рейса в неделю. По понедельникам и пятницам «Тайга» будет летать значительно чаще. По плану почти каждый день. Причем один из рейсов может быть перевалочным. Южно-Сахалинск-Шахтерск. Александровск-Сахалинский, Шахтерск-Южно-Сахалинск. То есть жители Углегорского района смогут добираться по воздуху не только в областной центр, но и в первую столицу Сахалина. На этой неделе из-за аварии Шахтерск на два дня остался без отопления. Порыв произошел в среду, 16 декабря, возле дома номер 4 на улице Мира. В процессе ремонта обнаружили еще одну течь. Ее ликвидировали на следующий день. Получается где-то метр семьдесят трубы. Четырехсотый диаметр. Выполнить работы быстрее помешала непогода. С начала недели в Углегорском районе метель и сильный ветер. Мы не могли оставить, потому что у нас утечка теплоносителя идет. И в любой момент он бы еще раз прорвало бы, и мы вообще город заморозили бы. Что касается оплаты декабрьского отопления, случившиеся учтут. Те жильцы, которые оплачивают отопление по счетчику, оплатят его по тем показателям, которые будут на счетчике. Те, которые платят за тепло без счетчиков, естественно, перерасчет будет сделан за двое суток. Полностью заменить этот аварийный участок в Шахтерске планируют в 2021 году. Контракт на работу уже оформлен. Энергетические проблемы для жителей северных сел Углегорского района скоро останутся в прошлом, благодаря новой линии электропередачи. Наша съемочная группа узнала, как движется строительство. Зимой Углегорский север часто остается без света. Действующий лэб построили японцы в 1938 году. Энергетики говорят, на некоторых участках даже сохранились японские провода. Деревянные опоры идут по сопкам и перевалам. Их терзают сильные ветры со стороны Татарского пролива. Зимой на проводах образуется гололед. Найти обрыв после метели бывает сложно. Скоро все это для жителей северных сел останется в прошлом. Параллельно Старый Лэб строят новую на металлических опорах. Надежных. Отрезок от подстанции в Шахтерске до Тельновского уже готов. 297 опор. Сейчас на них натягивают провод. Экскаватор, вот он закапывает, можно сказать, золотой пикет. Крайняя опора, крайний фундамент на этой линии. Здесь осталось поднять вот этот анкер, его дособирает сегодня. И все. 50% линий, можно сказать, она будет готова. После Нового года работы продолжат на отрезке от Тельновского до Башнякова. Металлические опоры здесь частично установлены. Строительство Лэб общей протяженностью почти 64 километра планируют завершить до конца 2021 года. Кстати, старая линия останется в качестве резервной. Алина Голоскок, Александр Гагаркин и Евгений Мелехов. Углегорские новости. В Углегорском районе 227 человек получают помощь от социальных служб, лекарства, товара первой необходимости и продукты. Помогают пожилым и одиноким. Чем помогают и куда обращаться, узнала Дарья Кораблева. Пандалетки вот будешь с конфетами. Вот сахар. Сахар можно? Можно, конечно. Татьяна Афанасьева с 2014 года получает помощь от социальных работников. Живет одна и родственников нет. Ноги болят. Но Татьяна Антипова уже два с половиной года помогает 83-летней пенсионерке. Ее дом напротив. Приходят даже выходные. У меня перелома шейки ведра. На кростелях ходила. Ну вот и поехала в город. Кто мне? Никто. У меня же никого нет. Вот до автобуса добрела. Ну как-нибудь там помогли мне туда-сюда. Сошла. И зашла. Что-то мне надо было там в социальное обеспечение. Они меня увидели и сразу говорят. Пойдемте, пойдемте. Работа кипит и график ненормированный. Каждый день до 10 заявок от пожилых граждан. Но люди ждут не только бытовой помощи. Они жаждут общения с работниками. Расговаривают со мной очень хорошо. В общем, придет она успокоить. В другой раз я что-то расстроена. Она успокоит меня. Мои дела – это каждый день. Вот одно – это забота о моих близких. Близкие – это мои даже подопечные. Они тоже мне близкие. Я даже в выходной думаю о них. Не отказывают ни одному позвонившему. Отделение социальной защиты помогает не только приобрести продукты питания, медикаменты, сделать домашнюю работу. Социальные работники – женщины. А приходится иногда даже чистить снег. Подопечным, которые проживают в неблагоустроенном фонде, социальные работники еще доставляют на дом воду, уголь, дрова, топят печки, чистят придомовую территорию от снега. На базе отделения функционирует пункт проката технических средств реабилитации. Граждане, имеющие инвалидность, могут на время приобрести костыли, инвалидные коляски, трости. А ветераны Великой Отечественной войны, дети войны и инвалиды первой и второй группы бесплатно могут получить устройство тревожной кнопки. Устройство представлено в виде кулонов, которые можно носить на шее, телефонов с кнопкой тревожной СОС и наручных часов. Все устройства оснащены GPS. Работники отделения обслуживают население в Углегорске, Шахтерске, Ольховке, Ольшанке, Парече, Краснополе и Башняково. Обратиться за помощью можно по телефону 43-770. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Углегорские новости. По вопросам рекламы, объявлений, бегущей строки обращайтесь к нашим специалистам. Телефон 8-924-283-04-47. Ну а прямо сейчас прервемся на рекламу. Не переключайтесь, мы скоро вернемся. В магазинах «Панорама» и «Панорама Плюс» мебель на любой вкус. Большой выбор мягкой мебели, спальных и кухонных гарнитур, кровати, прихожих, зальных стенок, рулонных и тканевых штор, ковровых изделий, письменных и компьютерных столов. Доставка мебели по району, продажи в рассрочку. Мы находимся на городском рынке в Углегорске. Приходите, всегда рады. Дети так многого не знают о нашем мире, что эти крошечные отверстия в стене смертельно опасны, что переход улицы – это целая наука, что там, где сосульки, гулять не надо, что такие маленькие спички могут привести к большому огню. Они этого никогда не узнают, если только учите своих детей основам безопасности. Не откладывайте это на потом. Эти знания важны для сохранения здоровья и жизни вашего ребенка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У жителей Углегорского района есть возможность выиграть в лотерею. Победителя будут выбирать случайно. Для участия нужно совершить покупку в продуктовом магазине «Сфера». В честь какого праздника проводят розыгрыши и какие призы ждут жители Углегорского района, расскажем прямо сейчас. 25 декабря продуктовый магазин «Сфера» отметит пятилетие. Празднику «Сфера» о подарке покупателям. В этот день мы решили провести акцию. Каждый покупатель оставляет на кассе свой чек, пишет имя и телефон. А 26 декабря мы разыгрываем лотерею. Выиграть можно подарочные сертификаты номиналом 3000 рублей, 2000 рублей и 1000 рублей. По этим сертификатам мы также предлагали отовариваться в магазине «Виктория», магазин «Гермес второй этаж» и магазин «Мебель». То есть не то, что именно в нашем магазине, а в сети наших магазинов. Срок действия сертификата – 6 месяцев. За это время можно точно решить, что хочется купить. Ассортимент «Сфера» формирует максимально разнообразный. Мы возим продукцию в город Владивосток. То есть у нас большой ассортимент мясной продукции охотно. То есть покупатель приходит за одним, а уходит с полной корзины. Для нас это очень приятно. Екатерина Петрова, Александр Гагартин, Углегорские новости. Чем ближе новогодняя ночь, тем больше черных лесорубов. Незаконная вырубка хвойных для некоторых стала ежегодной нормой. Кто охраняет лес и за что выписывают штрафы, расскажет Дарья Кораблева. Вот такую погоду, в бургу уходит один. Лазит там, вы представляете, а тут что думаешь, то ли панику поднимать пора, то ли, может, глаз выколол, может, ногу свернул. Вот где самое тоже еще. Лазит по одному, не боятся, блин. На медведей с топорами кидаются хоть. Водитель Сергей Коновалов за своих лесничих волнуется. Хоть и привыкли к работе, диких зверей встречают часто. Нашей съемочной группе тоже повезло. К таким встречам относятся спокойно. Даже с медведем. Станислав Вербельчук – участковый лесничий Углегорского района. На службе с 83-го года. Выпускник Волгоградского лесотехникума. Когда-то приехал просто посмотреть на Сахалин. С тех пор 37 лет, как смотрит. Нос к носу пару раз было, метров за 50, за 40. Нормальный медведь, он всегда уйдет в сторону. Услышит человек, он уйдет. Опасно, если может, напасть, конечно. Главный лесничий Александр Васильев приехал в Углегорск из Долинска совсем недавно. Но стаж службы серьезный. Работал даже на Алтае. Интересная профессия. Мне всегда нравился лес, природа. Городская жизнь мне не... Ну, она тоже же надоедает. Иногда охота выехать в лес. А здесь как бы и приятно, и полезно, и пользу можно принести. Лесная территория Углегорского района большая. 360 тысяч гектаров. Уход и надзор за лесом – основные обязанности. Зимой добавляются рейды. Ловят черных лесорубов. Декабрь – самое опасное время для углегорских елок. Штрафы серьезные. Ножовкой без применения механических моторизованных средств там будет ущерб от трех до четырех. Ну, это на граждан. На должностных и юридических лиц там, ну, намного больше. Там уже десятки тысяч. Поймать тех, кто рубит, еле сложно. И все же в прошлом году в Паречье оштрафовали двух нарушителей. Чем ближе Новый год, тем чаще рейды. Сотрудники службы призывают беречь лес. Тем более, что в этом году у жителей Углегорского района будет возможность купить елку. Не привозную, а свою. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Девять районов Сахалина оказались под действием циклона. В Углегорский район метель пришла с северо-запада. Ветер 30 метров в секунду. Последствия непогоды до сих пор устраняют. На уборку дорог направили 10 рабочих и 8 единиц спецтехники. Метель повредила и Углегорскую площадь. Снежный городок размело. У елки отлетела верхушка. Ветер погнул дорожные знаки. В Шахтерске ветром повредило елку и снесло строительные леса на улице Мира-22. По данным Гидромедцентра России, на Сахалиный в Углегорский район придет еще один циклон. Стрелу этого циклона, соответственно, по Сахалину, по Дальнему Востоку, будет снег, метель. И это будет до 20-го числа. Дальше небольшая передышка будет. Дальше следующий циклон будет выходить числа 23-го. Полторы сотни сладких наборов приготовили к новогодним праздникам специалисты Углегорского отделения социальной поддержки. Они предназначены для детей из многодетных и малоимущих семей. Конфеты и шоколадки уже выдают родителям и опекунам, которые воспитывают четверых и более детей. Бесплатные наборы предусмотрены также для семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и для ребят с ограничениями по здоровью. Одним из первых сладостей от социального Деда Мороза попробовал 4-летний Ярослав Плотников. С наступающим новым годом. Спасибо. Деда Мороза. Давай руку. Пожми мне. Все, скажи Деда Мороза. В новогодней елке мальчик рассказал, какой еще подарок он мечтает получить на сказочный праздник. Пожарную машину. Пожарную машину. Да. Бесплатные подарочные наборы выдают в Центре социальной поддержки по адресу Углегорск, улица лейтенанта Егорова 4, кабинет номер 4. При обращении необходимо предъявить паспорт, свидетельство о рождении на каждого ребенка и нын-н родителя или опекуна. В Углегорском районе открыли катки. Правда, работать им придется по всем ковидным правилам. И коньки надевать, и маски, а также соблюдать дистанцию. На сайте Углегорских новостей вы найдете всю информацию о стоимости проката коньков и графике работы катков. Кроме этого, 19 декабря в 11.00 состоится открытие зимнего лыжного сезона. Место проведения – Углегорская лыжная трасса за зданием суда на улице Бумажной. Ну а хоккейный сезон уже открыт. Проходят и тренировки, и матчи. А вот как – расскажем в следующем сюжете. Ежегодный матч открытия прошел в спортивном комплексе Углегорске. В этот же день заработал и Котов. Мы играем товарищеский матч, матч открытия между командами «Легион 40 плюс». Они выступают в ночной хоккейной лиге и молодежной командой «Легион 18 плюс». Полицейские, индивидуальные предприниматели, водители. Всех объединяет любимый спорт. В прошлом сезоне ночной хоккейной лиги команда «Легион 40 плюс» вошла в пятерку лучших и завоевала малый кубок НХЛ. А ежегодный матч открытия помогает не только размяться, но и привлечь новых спортсменов. Для Углегорска, я считаю, это значимое событие, потому что в каждом районе есть такой ледовый каток, тем более крытый. И молодежь у нас подтягивается, и дети. Сейчас спорткомплекс Углегорский набирает детей для занятий в секцию по хоккею. Инструктор-методист Эдуард Осипов тренирует второй год. За это время ученики неоднократно завоевывали призы на областном уровне. С каждым годом я набираю все больше и больше детей для занятия в секции по хоккею, потому что я вижу, что детям это нравится, дети хотят заниматься. И я с ними работаю, все силы и душу в них вкладываю. У хоккейных клубов есть свои болельщики. Кто-то не пропускает ни одной игры, а кто-то равняется и смотрит на себя в перспективе. По итогам хоккейной встречи победила молодежная команда «Легион-18 плюс» со счетом 10-6. Последние два сезона «Легион-18 плюс» не заявлялись на чемпионаты области, но надеются, что в 2021-м выйдут на лед и будут играть наравне с областными командами. Евгений Мелехов, Дарья Кораблева, Александр Гагаркин. Углегорские новости. Боксеры Дома детского творчества «Шахтерска» привезли одну золотую и две бронзовые медали всероссийского уровня. Традиционный турнир проходил в городе Ковров Владимирской области. В соревнованиях приняли участие 300 спортсменов из разных регионов страны. Илья Юдин в весовой категории до 42 килограммов взял золото. Евгений Жадько и Евгений Со стали бронзовыми призерами турнира. До этого спортсмены выиграли областные соревнования памяти Виктора Золина в Тамари. Ну а Нурмухамад Музафаров и Ярослав Васильев привезли по серебру. У нас никуда выездов запрещено было, никуда не выезжали. Поехали, деньги нам выделила администрация города Уль-Угорска. Они поехали во Владимирскую область, в город Ковров, всероссийский турнир, посвященный ветеранам города Коврова. 2020-й подходит к завершению. Событий много в мире, в стране и у каждого лично. Нам интересно подвести итоги с каждым из вас. Наша съемочная группа пообщала с жителями Уль-Угорского района и узнала, чем запомнился этот год. Лето было хорошее. Да, очень такое продуктивное. Горбуша шла. Ну, много чего. Сейчас сразу не расскажешь. Ничего хорошего не было в этом году. Да все хорошее. И ребенок. Ребенок появился. Так что все хорошо. И коронавирус, и все на свете. И бедный какой-то был. Действительно, делить можно на три группы, как вы верно сказали. 2020-й, давай, до свидания. Ну, в принципе, карантин. Было приятно посидеть дома. Но, с другой стороны, ковид уже достал. А так, в принципе, все хорошо. Да, неплохо, в принципе. Не как всегда. Не как всегда. Очень интересно. Год высокосный, очень тяжелый, очень трудный. Безвыездной. Так что будем рады, что он заканчивается. Внук родился. У меня сейчас наладились отношения с внучкой. Это очень хорошо. Ну, и так, в общем, по большому счету, год прошел хорошо. Это были Углегорские новости. Далее смотрите прогноз погоды. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, до скорой встречи. Всего хорошего. Субтитры предоставил DimaTorzok Днем минус 11, ночью минус 12 градусов. Ветер до 18 метров. В понедельник будет пасмурно. Небольшой снег. Днем 10, ночью 12 градусов ниже нуля. Скорость ветра 15 метров в секунду. Вторник. Переменная облачность. Возможен снег. Днем минус 5, ночью 11 градусов мороза. Ветер до 14 метров. В среду и в четверг синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Небольшой снег. Днем минус 6, ночью мороз 11 градусов. В пятницу ожидается также пасмурная погода со снегом. Температура воздуха днем 4, ночью 7 градусов ниже нуля. Порывы ветра до 24 метров в секунду. Это был прогноз погоды на неделю. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...